Выбрасывать мусор цивилизованно теперь не просто гражданская ответственность, а обязанность всех собственников частных домовладений. Закон, который предписывает заключать договоры о вывозе мусора, существует 2014 года. Однако только с июля 2016 его несоблюдение стало караться штрафом. 5000 рублей – такова цена для тех, кто по сей день пренебрегает административным кодексом Московской области. Вы прошли по деревне Каркино, выдали 15 уведомлений собственникам домовладений для приглашения их к нам в территориальный отдел и выяснения обстоятельств. Потому что часть собственников не смогли нам представить договоры на вывоз мусора, хотя говорили, что договоры у них имеются в наличии. Такие рейды сотрудники госадом технодзора вынуждены проводить регулярно. Несмотря на то, что закон и административная ответственность действуют уже больше года, остаются те, кто выбрасывает отходы, куда попало. Заключение частными лицами договоров о вывозе мусора – это не прихоть властей. Коммунальные службы, конечно, убирают выброшенные в неположенном месте пакеты. Но на это из местного бюджета тратятся миллионы рублей. В то время, когда эти деньги могли бы пойти на решение социально важных вопросов. Нужная вещь. За порядком хоть есть, куда мусор сплавлять. Не все собственники были рады визиту инспекторов. Но незнание закона или распространенная отговорка «Мы здесь живем лишь сезонно» не освобождает от ответственности. Я здесь не проживаю постоянно. Я вожу там, я прописываю. Другие незаконопослушные собственники пошли еще дальше. Они не выбрасывают мусор в неположенных местах, а просто его сжигают. Хотя делать это на территории Московской области запрещено. И, увидев сотрудников Государственного технодзора, пытаются стремительно ликвидировать возгорание. Обосновывают свои действия люди тем, что якобы мусоровозящие компании работают из ряда вон плохо. И вывозят отходы только раз в неделю. По воскресеньям и по вторникам регулярно приезжает машина «Экотранс» и забирает данный мусор. То есть, у кого есть договор, соответственно, они выставляют мусор. Машина приезжает, забирает. Все чисто и аккуратно. Важно ответственно подойти к выбору мусоровозящих компаний и отдать предпочтение зарекомендовавшей себя организации, которая находится под контролем районной администрации. Ознакомиться со списком операторов можно на официальных сайтах поселений муниципалитета. Там же указана информация о порядке действий собственника по заключению договоров.